привет друзья вот я когда был маленький я помню у меня были такие моменты когда я вот например летом ходил по кухне по коридору квартиры и думал чушь такое сделать такой прилив сил такое вот такое какое-то вдохновение а не знал что делать и я взял коньки стала приведет ботинкам которые зимой только нужным потому что такой пролив энергии когда был у дедушки например мой дедушка был рабочим человеком у него даже орден красного трудового знамени был я вот тоже в какие-то моменты чувствовал какие-то проливы энергии такое вдохновение столько силы прямо и не знаю что делать я брал дедушкин гаечный ключ ходил там столбы такие электрические с проводами и думал какую же гайку подкрутить ну потому что вот этот вот пролив энергии я хочу вас спросить друзья это очень интересный вопрос и мне хочется понять среднестатистический вопрос сейчас проведем мы поймем одну интересную вещь это мне подсказал мой друг он говорит слушай интересное дело вот ты рассказал про эти проливы энергии а как это связано с судьбой человека человека который такое испытывал в жизни проливы энергии проливы вдохновения как судьба складывается чем он занимается я вот поэтому вас спрашиваю и мне кажется когда мы наберем небольшую статистику хотя бы найдем какую-то закономерность хотя бы приблизительно что происходит с человеком который это испытывает может детстве а может и сейчас испытывает вдохновение даже не знает чем заняться но в время вот пролив энергии да и куда он ее тратит очень интересно до соединили два вопроса бывают у вас такие вот пролив энергии были ли когда в детстве и куда вы тратите и что с вами стало да я трачу вот сейчас у меня картины рисую книги пишу учу там всех кого нужно снимать страхи паники в интернете и школу виду ну вот этим я занимаюсь а я когда был маленький я знал что у меня будет лаборатория еще не знал чем я там буду заниматься читал книжки фантастику там и так далее но вот вы посмотрите ответьте мне пожалуйста на этот вопрос бывает ли у вас приливы такого вдохновения энергии и как устроилась судьба куда вы это тратить до встречи друзья